Работа по объявлению в России может обернуться крупным сроком тюрьмы. В нашу редакцию обратился житель Тимиртау, сын которого уехал на заработки в Челябинск, а оказался в СИЗО города Бакан. Как получилось, что молодой человек подозревается в распространении наркотиков? Почему все больше казахстанцев попадает в подобные истории? И о чем хочет предупредить сограждан отец пострадавшего в сюжете Людмилы Батюшкиной? И вот расценки. Да, все расценки там, пожалуйста, заказывайте до килограмм. И все это нормально работает. Говорят, химпром закрыт. Ничего не... Сергей Павлов рискует больше не увидеть своего единственного сына. Тому грозит до 20 лет тюрьмы. Но сидеть сложа руки отец не намерен. 23-летний Александр нашел по объявлению в интернете работу монтажником в Челябинске. Вместе с соседом уехал, а через месяц родителям сообщили, что Саша задержан по подозрению в распространении синтетических наркотиков. Почему там возрастной ценз до 30 лет? Пацанов проще развести. Элементарно. Я же вот почему-то туда не пойду и не буду себе там искать работу и приключения. Только молодежь. Конечно, посулили что-то, пообещали. Это просто так. Нет, потому что я потом посмотрел уже, уже там, сколько им обещают, там до 300 тысяч рублей зарплата. Естественно, но пацаны 22 года, скорее всего, может, на это и повелись. Сергей Павлов съездил в Россию. Выяснилось, что по делу проходит 16 человек. В основном молодые парни, из них шестеро казахстанцы. Остальные граждане России и Украины. 27-летний Виталий Воронин из Петропавловска поехал работать менеджером строительную компанию. У него есть и специальность, и опыт. Задержан с той же мотивировкой. Под следствием уже год. В 9-8 вечера он туда приехал, а уже на следующий день, в 11 утра, его уже забрали по подозрению в наркотиках. То есть парень при параде с двумя сумками поехал работать, а теперь я звоню по этому номеру, куда Виталий звонил. Они мне, говорят, следователи, объясняют, что это подставной сайт. Там такое заверченное колесо. По словам родителей, их дети не пили и не курили, имеют образование, так что продавать наркотики не стали бы. Может, уже по месту их там развели местные правоохранители, разложили вот эти три мульжа, которым было все равно, кто туда придет и кто заберет эти посылки. Правоохранители там не дремлют, и они на этом зарабатывают себе погоны и пенсии. Там с наркотиками никто не борется. Такое уголовное дело не единственное. Обращения в МИД не помогли. Сергею прислали ответ, что уголовное дело расследуется. Поэтому отец обращается к казахстанцам с просьбой быть бдительней и не верить обещаниям большой зарплаты по рабочим специальностям за рубежом. В Украине по этому же факту заведено уголовное дело по статье «Торговля людьми». Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Равиль Валеев, 5 канал.